Вы поднимаете, офигеть. Так, все, идем дальше. Следующий комик выступает впервые вообще. Так, да, еще я не сказал очень важный момент. Сейчас, ребят, персонал можно? Это вас будет касаться очень сильно. Если вам хотят сделать заказ, поднимайте, пожалуйста, руку, хорошо? Не кричите, не орите. И, пожалуйста, просьба профессионального тихо принимать заказы, чтобы всем было комфортно и хорошо. Итак, пойдемте дальше. Первый раз человек выступает, надо его тепло. Всем встретить. Итак, Максим Бузьмин. Всем привет. Я врачу-то решаю в Мариуме. Я из Пула приехал. Вот, вот такая небольшая доминичка. И не надо, пожалуйста, по моему внешнему виду судить по благосостоянию тульков. Все еще хуже. Люди ходят в осмотках. И все, ублажил, получил аудиторию. Да? Это был отыгрыш Александра Долгополова, если что. Я скидывал. Храни его Господь. И отыгрыша Долгополова. Ладно. Ладно, поздали, короче. Обожаю сериал «Слепая». Просто мыслей вслух, ребят. Шутки не будет. Короче, я как-то праздновал День Рождения с родителями. И мы что-то покушали вот этих негрепов, знаете, всяких. Что-то там выпили немножко. И появилась такая неловкая пауза. И моя мама решила нарушить ее фразой. Максим, что у тебя есть в твоей выходной классе? Кто-нибудь умер? Нет, короче, День Игорь был отравлен. Все, какие-то вопросы. Не-не, я подумал сначала, что это, знаете, вот эта типичная перпензия мамы. Знаете, вот эта вот, типа, вот помнишь, что Игорь? Как помнишь, Игорь? Сын, с этой тетей Наташей, помнишь? Вот, уже женился. Я наделал ее детишек. Ипотеку делал, машину, квартира, работа хорошая. И умер. Я как-то ударил женщину. Нет, с ее разрешения. Она какое-то время ходила на фитнес. И бегает на меня такая. Смотри. Решевку прикачала. И просухла. Давай проверим, крепкая линия. Это как-то нормальная вещь, нет? Да не сыпь, прям охуяешься с шнегуриком. Сюда, давай, давай. Вот. Готов? Да. Это что? Радость есть одна, ребята. Я работаю переводчиком-фрилансером, и когда ебнул вот эта вся пандемия год назад. Меня разбежались нахуй все мои заказчики, и мне пришлось искать новых. И я нашел, я нашел человека, которому надо переводить порно. Переводил порно. Я первый раз в жизни переводил порно, и мне платили за это деньги. Так будет обоих точнее, если бы. Вот. И в общей сложности нужно было где-то 10 роликов перевести, но первые три из них было очень сложно переводить. Да? Я не знаю. Потому что обычно, когда твои глаза видят такое, руки тянуться нихуя нет, какой я думаю. Было очень тяжело взять себя в руки. И обычно, когда просто смотришь в порно, не замечаешь, что, оказывается, где-то 50% фраз в порно имеют религиозный оттенок. Да-да, типа, знаете, о боже мой, о мой бог, да светится имя твое, да прегудет царствие твое, трахнет боже. Вот, и смотри, я к этому человеку уже все перевел, уже даже отправил, уже даже деньги получил, и где-то через пару дней он мне пишет, слушай, есть тема, а давай замутим голосовую озвучку. Это уже совсем другие деньги, и я такой, уже деньги не нужны, ну и хорошо, допустим, мужской голос лейт, да, а где здесь женский? Мам! Есть тема! Так, я не знаю, все, наверное, уже, или есть еще время? А, вот, ладно, уже там долго, ладно, я за это все, спасибо, внимание! Так, так, а все вкуснее, гости, стулы!